Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Сморчок настоящий встречается весной, с апреля и до конца мая в лесах и парках, особенно под ольхой, осиной, тополем. Главный сезон у сморчков совпадает с цветением яблонь. Сморчок настоящий распространен по всей умеренной зоне северного полушария, встречается одиночно, реже группами, довольно редок. Высота сморчка настоящего до 15 см. Шляпка округло-шаровидная, серо-коричневая или коричневая, грубая, чистая, неровная, край шляпки срастается с ножкой. Ножка беловатая или желтоватая, расширенная внизу, часто выемчатая, весь гриб полый. Мякоть тонкая, восковидно-ломкая, с приятным и ароматным запахом и вкусом. Сморчок настоящий съедобен, многие гурманы даже приравнивают его к лучшим видам трюфелей. Пригоден в пищу после отваривания в кипящей подсоленной воде в течение 10-15 минут, отвар сливается, либо после сушки без отваривания. Сморчок степной самый большой из семейства сморчков. Теплолюбивый вид южных степных регионов Европы и Средней Азии, преимущественно степей или разреженных лесополос и лесостепей, растет с конца марта до конца апреля. Продолжительность жизни гриба составляет всего 5-7 дней. Шляпка у степного сморчка шаровидная, серовато-коричневого цвета, диаметром 2-15 см, округлая или яйцевидная, приросшая краем, внутри полая или иногда разделенная на секции, она образуется на очень короткой белой плотной ножке. Ножка 1-2 см, очень короткая, иногда отсутствует, белая, с кремовым оттенком, внутри с редкими пустотами. Мякоть светлая, беловатая, достаточно эластичная, споровый порошок светло-серый или белый. По вкусовым качествам и пищевой ценности сморчок степной, съедобный гриб третьей категории и считается признанным деликатесом, королем весенних грибов, используют жареным, сушеным или вяленым. Сморчок полусвободный начинает активно плодоносить в мае, произрастает в лесистых местностях, садах, рощах, парках, на опавших листьях и прошлогодней растительности или прямо на поверхности грунта. Встретить этот вид можно нечасто, гриб этого вида предпочитает развиваться под липами и осинами, но его также можно увидеть под дубами, березами, в зарослях крапивы. Шляпка полусвободных сморчков располагается по отношению к ножке свободно, не срастаясь с ней. Цвет ее поверхности – коричневый. По размерам шляпка сморчка полусвободного – маленькая, характеризуется конической формой. Имеет острые перегородки и ячейки ромбовидной формы, мякоть плодового тела полусвободного сморчка очень тонкая и ломкая, источает неприятный аромат. Ножка сморчка полусвободного полая внутри, чаще всего имеет желтоватый оттенок, иногда может быть белой. Высота плодового тела со шляпкой может достигать 4-15 см. Сморчок полусвободный съедобный гриб. Сморчок конический встречается на хорошо прогретых почвах, пожарищах и вырубках лесов, часто гриб можно встретить и в осенниках. Сморчок конический, как и все сморчки плодоносит весной, искать его нужно начиная с апреля и до середины мая. Сморчки предпочитают места, где есть падалица, поэтому любители данного вида иногда разводят и в дома в саду вокруг старых яблонь. Шляпка конической удлиненной формы, диаметром до 3 см, высотой до 10 см. Рыжевато-бурая с зеленым или серым оттенком, бывает черной или также с оттенком бурого. Шляпка, сросшаяся с ножкой, внутри шляпка полая. Поверхность ячейстая, сетчатая, напоминающая соты. Ножка полая, прямая, беловатого или желтоватого цвета. Цилиндрической формы с продольно расположенными бороздками, мякоть ломкая, белого цвета. Восковидная. Сморчок конический, условно-съедобный гриб с нежной вкусной мякотью. Требует предварительного приваривания в течение 15 минут. Плодовые тела сморчка высокого развиваются в апреле, мае. Сморчок высокий редок, встречается в небольшом количестве, растет на почве в хвойных и лиственных лесах, часто, по травянистым полянам и опушкам. В садах и огородах, чаще встречается в горах. Шляпка оливково-коричневая, коническая, с ячейками, ограниченными резко выделяющимися ребрами складок. Ячейки оливково-коричневые, у зрелых грибов, бурые или черно-коричневые. Окраска гриба с возрастом темнеет. Ножка на вершине по диаметру почти равна шляпке, беловатая или охряная. Зернистая, 5-15 см высотой, внешний сморчок высокий, очень похож на сморчок конический. Отличается более темным цветом и более крупными размерами плодового тела. Условно-съедобный гриб пригоден в пищу после отваривания в кипящей подсоленной воде в течение 10-15 минут. Отвар сливается, либо после сушки без отваривания. Сушеные сморчки можно использовать после 30-40 дней хранения. Толстоногий сморчок предпочитает произрастать в лиственных лесах. С преобладанием таких деревьев, как граб, тополь, ясень, хороший урожай дает этот вид на плодородных, обогащенных органическими веществами почвах. Часто растет на участках местности, покрытых мхом, плодовые тела сморчков толстоногих начинают появляться уже весной, в апреле или мае. Можно встретить поодиночке, но чаще группами, состоящими из двух-трех плодовых тел. Обнаружить этот вид грибов можно на территории Центральной и Западной Европы, а также в Северной Америке. Плодовое тело толстоногого сморчка имеет большую толщину и размер, высоту этот гриб может достигать 23 см, шляпка овальная, цилиндрично-коническая. Ножка толстая, холмистая, сморчок толстоногий считается самым крупным среди всех разновидностей сморчков. Толстоногие сморчки встречаются редко, они являются почвообразующими грибами, принадлежат к числу условно-съедобных. Шапочка сморчковая считается самым узким видом сморчковых грибов, плодоносит с начала апреля до середины мая, чаще всего встречается среди молодых лип и осин, предпочитает подтопленные бедные почвы. Если условия произрастания благоприятны, то гриб очень часто плодоносит достаточно большими группами. Сморчковая шапочка вполне уникальный гриб, его сложно спутать, благодаря практически свободной шляпке и нетвердой ножке. Не имеет схожести с несъедобными и ядовитыми грибами, но иногда его все же путаются строчками. Шляпка небольшая в форме колпачка, вертикально склачатая, морщинистая, шляпки коричневатого, охристого-желтоватого цвета. Ножка гладкая, как правило, изогнутая, длиной 6-10 см. Ножка очень часто бывает сплюснутой по бокам. Гриб шапочку сморчковую относят к условно-съедобным грибам. Употреблять в пищу сморчковую шапочку можно только после предварительного отваривания в течение 10 минут. Далее грибы можно жарить, варить. Шапочка коническая вид весенних грибов из семейства сморчковых. Этот вид ложный сморчок, имеется с морчками схожую шляпку, маленький гриб, похожий на палец с надетым коническим наперстком. Тонкомясистые, хрупкие плодовые тела высотой 3-7 см, продольно-морщинистая или гладкая шляпка диаметром 2-4 см. Цвет шляпки меняется от оливкового до темно-коричневого, наверху приросшая к гладкой, беловатой, полой ножке толщиной 5-12 мм и высотой 4-8 см, эллипсовидные, гладкие, бесцветные. Этот гриб растет одиночно или рассеянными группами, на земле, как в лиственных, так и в хвойных лесах, часто в речных долинах и на отмеле ручьев, сезон плодоношения поздняя весна, май-июнь. Шапочка коническая условно-съедобный гриб имеет посредственное качество. Ядовит в сыром виде и съедобен только в том случае, если его хорошо приготовить, имеет приятный, мягкий вкус сморчков. Строчок гигантский растет с середины апреля до середины или конца мая в березовых лесах или лесах с примесью березы, предпочитает песчаную почву, в хорошие годы и в хороших местах встречается большими группами. Строчок гигантский вид сумчатых грибов рода строчки, которые часто путаются с съедобными сморчками. Шляпка гигантского строчка обесформенная, волнисто-склачатая, приросшая к ножке, в молодости шоколадно-коричневого цвета. Затем, по мере созревания цвет охры. Ножка короткая, за шляпкой ее часто не видно. При употреблении строчков в пищу необходимо соблюдать осторожность. Употребление в пищу жареных неотваренных строчков, а также бульонов из них, может приводить к серьезным отравлениям, часто со смертельным исходом. Строчки вываривают в течение 15-30 минут с последующим сливом отвара и промыванием грибов в проточной воде, с двукратным отвариванием. Строчки сушат при повышенной температуре в течение 6 месяцев на свежем воздухе. Строчок пучковый предпочитает расти на карбонатных почвах, встречается одиночно или небольшими группами, особенно возле гниющих пней. В Европе вид встречается практически повсеместно. В широколиственных лесах и на полянах, сезон март-май. Шляпка строчка пучкового весьма примечательна, высота шляпки 4-10 см. Сама шляпка состоит из нескольких изогнутых вверх пластинок, которые образуют обычно три лопасти, может быть и две, и четыре. Поверхность ребристая, крупноволнистая, шляпка внутри полая. Ножка белая, белоснежная, цилиндрическая, утолщенная к основанию, с ребристыми продольными выступами. На продольном разрезе хорошо видно, что в складках ножки имеются остатки почвы. Разные источники дают диаметрально противоположные сведения, от токсичности до съедобности, поэтому решение, употреблять ли в пищу этот строчок, каждый принимает самостоятельно. Строчок обыкновенный встречается довольно редко, на песчаной почве, на опушках леса, на вырубках, на обочинах дорог, тропинок, плодоносец с марта по май. Плодовое тело, 3-12 см в диаметре, полое внутри, неправильной формы, часто разделенная на несколько долей, имеет многочисленные извилистые складки, придающие ему сходство с мозгом, край прилегает к ножке. Цвет шляпки может варьироваться от желтовато-коричневого до красновато-коричневого. Ножка, длиной 3-9 см, тупая, неправильной формы, покрыта бородавками, пересечена продольными ребрышками, утолщенная у основания, внутри полая. Строчок обыкновенный чрезвычайно ядовит в сыром виде, он производит герметрин, который распадается на высокотоксичное и летучее химическое вещество. Симптомы отравления проявляются тошнотой, рвотой, головной болью, реже водянистым поносом, через 2-3 дня возможен летальный исход. Строчок осенний любит расти или в хвойных, или в лиственных лесах, иногда поодиночке, иногда небольшими семейками и, предпочтительно, на гниющей древесине или поблизости от нее. Его можно обнаружить по всему умеренному поясу Европы, основной период плодоношения у него приходится на конец июля и продолжается до конца сентября. Шляпка, обычно до 10 см в ширину, с клатчатой формы, коричневая, с возрастом становится коричневато-черноватой. Форма у шляпки роговидно-седловидная чаще встречается в виде трех сросшихся рогов, краями шляпка срастается с ножкой. Ножка 3-10 см в длину, полая, часто сплюснутая с боков, цвет может варьироваться от беловатого до коричневато-сероватого. Строчок осенний в сыром виде смертельный ядовит, неправильно приготовленный, он способен вызывать очень серьезные отравления. Нельзя есть его часто, так как содержащиеся в нем токсины обладают кумулятивными свойствами и способны накапливаться в организме. Яйца веселки появляются в середине июля, шляпочно-образные плодовые тела развиваются несколько позже, растет в траве, в кустарниках, в лиственном редколесии, предпочитает богатые почвы. Веселка имеет две стадии развития. Первая, гриб имеет яйцевидную форму шириной 3-5 см, цвет грязно-белый, желтоватый. Под плотной кожурой веселка находится что-то слизистое, а под слизью прощупывается более жесткая структура. В стадии яйца веселка пребывает очень долго, возможно, несколько недель. Затем яйцо трескается, и веселка начинает с большой скоростью расти вверх. Вскоре формируется плодовое тело с высокой полой ножкой и маленькой прилегающей шляпкой, покрытой буро-оливковой слизью. Выйдя из стадии яйца, веселка обыкновенная, спускает очень сильный запах падали, привлекающий насекомых. Считается, что в стадии яйца гриб съедобен. Любителей, надо полагать, находится немного. Надо отметить, веселка активно применяется в народной медицине. Веселка равенели широко распространена в восточной части Северной Америки, доминирует среди других видов в западном направлении от Миссисипи, встречается в Коста-Рике. Описываемый вид принадлежит к сапробиотам, поэтому может произрастать в любой среде обитания, где присутствует гниющая древесина. Гриб хорошо растет на гнилых пнях, древесных щепках, опилках. Веселку равенели чаще можно увидеть группами, но есть и экземпляры. Произрастающие отдельно, вид распространен также на городских клумбах, газонах, лугах, парковых зонах, в лесах и на полях. Веселка равенели источает характерный неприятный запах, привлекающий к растению насекомых, они садятся на липкие, спороносные участки плодового тела, едят, а затем переносят грибные споры на своих лапках в другие места. Поэтому бывалые грибники предпочитают их не собирать для еды, веселки равенели считаются съедобными лишь в молодом возрасте, когда похожи на яйцо. Веселка хадриана встречается довольно редко, произрастает в лиственных лесах или в садах, в основном растет на песчаной почве, редко встречаются группы грибов, споры разбрасываются июля до октября. Изначально имеет яйцевидную продолговатую форму плодового тела, гриб может достигать 20 см в высоту. Шляпка по форме напоминает колокол, на верхушке остаются кусочки оболочки, покрыта слизью. У основания остается широкая студенистая розовая вольва, остатки яйца, мякоть молодого гриба изначально плотная и белая, покрыта оболочкой со слизистой прослойкой, внутренний слой зеленоват. Однако затем веселка приобретает ужасный запах, способный привлечь мух. Пока мякоть гриба не потемнела, его можно употреблять в пищу, к примеру, внутреннее яйцо можно зажарить. Но на вкус веселка хадриана отнюдь неприятна, более того, съедобная часть довольно мала, потому готовить данный гриб смысла не имеет. У веселки хадрианы присущи лекарственные свойства. Ромария желтая растет на земле в лиственных, хвойных и смешанных лесах в августе, сентябре, группами и одиночно. Особенно обилен в лесах Карелии. Встречается в горах Кавказа, а также в странах Центральной Европы. Плодовое тело ромарии желтая достигает высоту 15-20 см, в диаметре 10-15 см. Из толстой белой кочерыжки вырастают многочисленные разветвленные густые кустообразные ветки, имеющие цилиндрическую форму. Часто у них по две тупые верхушки и неправильно усеченные концы. Плодовое тело имеет все оттенки желтого цвета. Под ветками и возле кочерыжки цвет серно-желтый. При нажатии окраска меняется на винно-коричневатую. Снаружи основание белое, с желтоватым оттенком и красноватыми пятнышками разной величины, наиболее части встречающиеся у плодовых тел, растущих под хвойными деревьями. Запах приятный, немного отдает травой, вкус слабый. Верхушки старых грибов горьковатые. Ромария красивая обычно встречается в лиственных лесах. Этот гриб может достигать высотой около 20 см. И столько же быть в диаметре. Окраска гриба состоит из трех цветов – белого, розового и желтого. Ромария красивая имеет короткую ножку, достаточно плотную и массивную. Сначала она окрашена в ярко-розовый цвет, а к зрелому возрасту становится белой. Этот гриб образует тонкие, обильно ветвящиеся отростки, бело-желтого цвета внизу и желто-розового вверху, с желтыми концами. Старые грибы имеют однородную буро-коричневую окраску. Если на мякоть гриба слегка надавить, то в некоторых случаях он краснеет, вкус горький. Гриб ромарию красивую часто путается с ядобным видом ромарии желтой, которая встречается гораздо чаще, не горчит на вкус и имеет более светлый оттенок. Основным отличием заметны только под микроскопом. Этот гриб ядовит, при приема внутрь нарушает работу желудочно-кишечного тракта. Ромария гроздевидная встречается в смешанных и лиственных лесах, преимущественно возле буков, реже под хвойными породами деревьев, растет с июля по октябрь, пока температура почвы держится в пределах 12-20 градусов. Гриб встречается нечасто, высота плодового тела от 8 до 15 сантиметров. Плодовое тело у молодых грибов беловатое, затем становится желтовато-бурым и, наконец, охряным или розовато-красным. Ветки очень толстые, сужающиеся в верхней части, форма концов срезанная, сначала ветви красноватого цвета, затем становятся буро-коричневыми. Старые рогатики гроздевые имеют сильное сходство с некоторыми коричневыми рогатиками, среди которых встречаются и ядовитые виды. Чтобы точно установить, что перед вами именно ромария гроздевидная, нужно тщательно изучить этот гриб. Гриб съедобен, употребляется в свежем виде исключительно в молодом возрасте, это один из самых вкусных съедобных грибов семейства рогатиковых. Ромария обыкновенная, один из наиболее распространенных из лесных видов рогатиковых грибов. Сильно разветвленные плодовые тела желто-охреного цвета растут небольшими группами в тенистых местах на мертвом покрове под сосной или елью. Сезон лета-осень, с начала июля до октября, растет на подстилке в хвойных лесах, обильно, часто, ежегодно. Плодовое тело высотой от 2 до 9 сантиметров разветвленное, кустистое, со стройными вертикально прямыми веточками. Цвет равномерный, бледно-охряный или охряно-коричневый. Мякоть у молодых экземпляров хрупкая, позднее жестковатая, резинистая, светлая, запах не выражен, споровый порошок охряный. Гриб похож на ромарию желтую, у которой более жесткая мякоть. Условно-съедобный гриб низкого качества, используется свежим после отваривания. Чтобы избавиться от горечи, в некоторых рецептах рекомендуется длительное вымачивание, 12 часов в холодной воде, несколько раз меняя воду. Ареал произрастания ромарии жестко обширен, этот вид распространен на территории Северной Америки и Евразии. Ромария жесткая развивается в смешанных и хвойных лесах, где преобладают ели и сосны. Гриб хорошо растет на гнилой древесине, но иногда его можно встретить и на земле, в окружении лесных кустарников. Ромария жесткая имеет плодовое тело с большим количеством разветвлений, его окрас варьируется от светло-желтого до коричневого или буроватого. На месте повреждения или вдавливания мякоти цвет становится бордово-красным. Разветвления плодового тела преимущественно одинаковые по высоте, располагаются практически параллельно друг другу. Диаметр ножки у жестких ромарий не превышает 1 см, а ее высота 2 см. Ромария жесткая относится к категории несъедобных грибов, мякок гриба, горькая на вкус, острая, имеет приятный аромат. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.